Твери продолжает работу 23-й всероссийский телевизионный конкурс «Тэфи-регион». На суд жюри было прислано около 500 работ. Сам конкурс проводится по 18 номинациям. Люберецкое телевидение тоже принимает активное участие в этом профессиональном соревновании. Для участников и гостей организованы тренинги, семинары, круглые столы. Так, накануне с участниками форума общалась ведущая телеканала «Россия-1», член Академии российского телевидения Мария Ситель. Которая поделилась своими идеями, как правильно и точно заниматься информационной журналистикой, как сделать ее не только интересной, но и полезной для зрителей. «Тэфи-регион» — это возможность общаться с своими любимыми коллегами, смотреть, как вы растете, как вы развиваетесь, какие замечательные вы делаете продукты. Это вам помогает в работе? Да. А чем? Я обновляюсь, я спускаюсь туда, где мне хочется работать. Я уже давно оттуда, хочется мне куда-то в региональный телевидение перейти, для того, чтобы быть там ближе к зрителю. А какая идет борьба в жюри? Как это обсуждается? У меня очень жестко. В программе конкурса была также экскурсия по городу. Тверь приоткрыла свои тайны перед участниками «Тэфи». Гости узнали много интересного об истории города, претендовавшего когда-то на роль первой российской столицы. Особенно хочется выделить встречу с супругой знаменитого советско-российского поэта Андрея Дементьева. Анна Пугач встретила участников конкурса в единственном в стране доме поэзии, который когда-то открывал сам Дементьев. Именно с Тверью связаны основные вехи его биографии. Ну а завершился день разговором о профессиональном выгорании и мастер-классом о секретах интервьюирования. Сегодня поздно вечером в зале Тверской академической филармонии пройдет церемония награждения финалистов 23-го конкурса «Тэфи-регион». Организатором конкурса выступил фонд Академия российского телевидения при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.